все включается тоже и фейсбук и так доброе утро всем доброе добрейшее веселейшее прекраснейшее утро сегодня у нас давайте мы посмотрим сегодня у нас 20 апреля правильно 20 апреля 20 глава притч царя соломона и мы продолжаем изучать продолжаем изучать тору недельные главы и и продолжаем изучать мишлей притчи царя соломона тоже каждый день мы изучаем одну главу чтобы по числам за месяц будем заканчивать заканчивать мишли так каждый месяц если вы заканчивать будете мишли притчи царя соломона то через год вы станете не такими же мудрыми как царь соломон это практически нереально он был мудрейший из людей но вы часть его мудрости вы мы я тоже очень хочу это моя мечта часть из его мудрости мы получим и начнем использовать в своей жизни интересно что как царь соломон получил свою мудрость известно про него это книгам лохим цари книга царей это письменная тора и там рассказывается в книге царей что всевышний во сне обратился к царю соломону и сказал ему что что ты хочешь он говорит что ты хочешь и царь соломон и он ему предложил на выбор вещи которые в принципе важны для всех людей то есть мы отсюда видим что из предложения бога он показал что в этом мире важно и бог его спросил говорит скажи что ты хочешь долгожительство первое что хотят все люди это инстинкт самосохранения выживать жить все хотят долго жить быть здоровыми и он ему говорит ладно хочешь 300 лет выбирай второе что все люди хотят все люди хотят значит богатство богатство чтобы было у тебя хочешь богатство ошер нехасим есть ошер это когда много у тебя нехасим когда у тебя много и и и недвижимое имущество много и надежно да то есть вот люди там покупают себе квартиры там еще что-то зарабатывают там дворец там дворец тут квартира тут тут буду сдавать в аренду тут значит вилла одна в италии там это знаете вот эти все которые которые и продолжают дальше значит работают потом опять еще недвижимость я помню растропович когда-то когда растропович музыканту он уехал по моему советского союза очень не помню подробности я помню слышал когда-то кусочек его интервью я запомнил он говорит я когда стал зарабатывать деньги мы женой накупили недвижимости домов в разных странах накупили вообще вот а потом как начались с ними проблемы там затопило там маша до сломалась там на воде надо платить и мы все попродавали и оставили себе один дом потому что с этой недвижимостью было больше проблем чем чем пользы и вот значит бог предложил царю соломона что ты хочешь богат долголетия ты хочешь богатство ты хочешь души своих врагов нефеш айвейха это любой царь он хочет завоевывать царь кто такой царь обычный царь да такой не царь соломон обычный царь или там президент или премьер-министр он хочет над всеми властвовать он говорит ну я вам сейчас сделаю значит это у него такая внутренний голос постоянный ну а вам сейчас сделаю вот такого то он царь да и он значит вынужден всех он кошмарит всех он на значит с теми воюют с теми воюют с теми воюют то есть посмотрите все правители всех стран они просто какие-то озверевшие люди потому что для того чтобы залезть на вершину пирамиды власти вот этого да нужно быть озверевшим не может долезть до верха человек нормальный добрый спокойный посмотрите макрон детей нет семьи нету женат на своей учительнице ну как это он ученик она учительница будет уже было трое детей когда он только в школу ходил да значит все вот эти вот какие-то президенты которые правят вообще что-то страшно вообще с ними происходит дальше это за люди эти люди они они начинают войны потому что они неадекватные они любят воевать они боролись все время пока то есть если нет войны они борются внутри страны за власть если они внутри страны проигрывают они начинают воевать с тем-то снаружи чтобы опять же чтобы затоптать тех кто внутри пытается их стинуть с власти страшные люди значит бог предлагает цирю соломону хочешь я тебе дам души всех твоих врагов что ты победишь всех и всех уничтожишь это три вещи которые обычно к ним стремятся люди физическое выживание богатство чтобы иметь возможность все покупать все что ты хочешь реализовать все свои желания и души своих врагов чтобы побеждать всех кто хочет тебя принести тебе вред царь соломон говорит ему нет говорит я хочу мудрость хочу хохма в лев макшив хочу я божественную мудрость знать как работает мудрость бывает двух типов бывает мудрость когда ты знаешь аксиомы исходные данные потому что большинство людей живут в мире неправильных исходных данных им дали в детстве какие-то аксиомы какие-то правила и они в детстве же не могли проверить и они в это поверили просто то есть у них изначально таблица умножения у большинства людей неправильно то есть вот просто как я имею ввиду от такой базовые базовые модели взаимоотношения с миром жизнь с людьми с собой то есть то то что является как бы аксиомами первичными кто я какое как мне к себе относиться чем я должен заниматься в детстве к сожалению окружающие люди воспитатели учителя родители они ребенку такую в голову иногда там травма на травме в общем полностью исковерканная психика дальше второй уровень что такое лев макшив дальше человек все время делает он строит выводы причинно-следственные связи если если я хочу это как я это получу а что я а то есть он все время строит свою реальность из с помощью то что называется бина бина на иврите логика данная русском самое близкое слово строительство на русском прям конкретно качество мозга качество интеллекта которая делает причинно-следственные связи и построение называется бина как от слова строить и вот значит каждый человек имеет аксиомы это строительный материал что такое хорошо что такое плохо ценности убеждения дальше он постоянно строит из этих ценностей убеждений пути у себя в голове как мне хорошо жить все хотят хорошо жить и получается итоговая картинка которая которую каждый из нас себе настроил вот тот мир в котором живет каждый из нас это есть итоговая картинка и царь соломон он бога попросил во сне настолько его было велико желание к этой мудрости он во сне попросил говорит я хочу только мудрость хочу сердца лев макшив чтобы у меня было сердце которое слышит и очнулся он и там написано такая фраза в и иныхалом и вот этот сон сон что значит это сон понятно что это сон а он очнулся вот этот сон что у него сбылось то что он просил он проснулся и он слышит птицы разговаривают поют он понимает что они хоть что они там поют животные там что-то звуки издают он все понимает то есть он вдруг стал ясно четко абсолютно понимать полностью как все работает это был царь соломон и вот это его четкое понимание его мудрость он выразил в притчах притчи царя соломона то есть это его способы мышления где он нам старался передать а вот эту свою ясный объективный божественный взгляд на мир и способ мышления поэтому мишли надо учить каждый день если мы каждый день будем учить мишли то как дмитрий дмитро андреевич латуха который знает прямо он цитирует из мишли то у нас будет тоже чисто чистое восприятие жизни теперь в недельной главе тазри давайте вернемся к ней чуть-чуть рассказывается о язвах о проказе которая поражала человека из-за его злоязычия сплетен и негативного отношения к окружающим людям что выражалось в его словах и в конце главы мы уже подошли концу главы сегодня как раз рассказывается о видах язв которые возникали на голове на бороде как лишай лишай и там 72 вида признака этих язв чистая нечистая да что с ними делать то есть оно как бы к нам не имеет прямого отношения поэтому я выбираю только то что к нам да имеет отношения и вот значит я видел такой комментарий что вот эти вот язвы именно на голове и на но на голове они относились не к злоязычию а к другому греху грех который называется высокомерие и гордыня то есть это был грех который лежал в основе злоязычия получается что человек который а он на такой он у него есть вот это вот высокомерие такое да что такое высокомерие он думает что он умнее всех он думает что его способ мышления его решение его взгляд на мир его вообще присутствие в этом мире важнее чем присутствие в этом мире других людей их взгляды их мнение их желание и так далее это то что называется высокомерие и гордыня теперь если это так то такой человек он как раз и будет выражать себя с помощью злоязычия понятно да то есть это является корнем злоязычия и плохого отношения к людям то есть человек высокомерный он такой кто там марина незлобина кто это вообще вот он уже сразу он изначально к марине незлобина будет относиться как будто бы марина незлобина она ну как будто бы она в этом мире не является таким же важным элементом как он хотя хотя всевышний он в мире сделал сейчас 8 миллиардов людей и каждый человек который находится в мире в нем присутствие есть божественное присутствие и каждый человек какой-то момент или в чем-то может оказаться был когда-то значит рассказы сейчас скажи вы звали михаил зощенко по моему михаил зощенко был такой писатель и он значит был рассказ как в театре было был в театре тот кто свет включал выключал и он кто включал выключал свет пришел директору театра и говорит мне нужно два билета для моих знакомых он выпивший был пришел к нему две девушки и он хотел этим двух девушек положить их посадить их на положительных тоже куда-то хотел но он их вначале хотел посадить в зал чтобы они как бы оценили его его участие и директор говорит нет говорит я тебе не дам эти места он говорит ну тогда спектакля не будет я вам сейчас покажу кто главный человек в театре вы думаете что главный человек в театре тенор ваш он говорит вот пусть тогда ваш тенор сам вначале бежит свет включает выключает занавес двигает а потом бежит на сцену и поет а я пока месть значит закрывают свои будки монтерская тогда которая электрика и света не будет и все и директор театра понял что без монтера вот этого без электрика театра не будет не будет никакого не будет представления поэтому каждый без исключения человек в этом мире имеет свою важнейшую роль и в какой-то момент этот человек может быть для тебя спасением и ни в коем случае не можешь не может один человек относиться с высокомерием и с и с пренебрежением и с гордыней к другим людям почему потому что пойдут у него под тогда на на голове язвы когда был храм у него язвы шли на голове а сейчас у него язвы не будет но будет у него какие-то другие проблемы то есть просто способ выражения раньше человек сразу видел это а сейчас он видит не сразу но люди гордые высокомерные теряют семьи теряют друзей теряют отношения я сейчас вспоминаю мишна в перте вот в которой говорится следующая вещь аселыха рав сделай себе рава это говорил июшуа бен прахи сделай себе рава у кнели хахавер и приобрети себе друга и суди каждого человека с хорошей стороны значит объясняют это следующим образом человек должен себе сделать рава с тем он может советоваться и если человек слишком гордый он скажет этот рав не такой этот рав не такой этот не такой это для меня не слишком умный это для меня не слишком святой этот не слишком знающий и у него не будет рава если он слишком гордый он ни с кем не будет советоваться так как он себя считает умнее всех Значит, кнелы хахавер, приобрети себе друга Приобрести себе друга, это значит вкладывать в друга время, силы, усилия То есть приобретать, это вкладывать Человек гордый и высокомерный, он скажет, а что я должен в него вкладывать? Я в него, пускай он в меня вкладывает, что я буду в него вкладывать? И третье, суди каждого человека с хорошей стороны Так вот, третье, это непременное условие, чтобы у тебя был рав, чтобы у тебя был друг И чтобы у тебя была хорошая жизнь Потому что если ты судишь других людей с плохой стороны А сказал Елена, что вообще не суди ближнего, пока ты не попадешь на его место Почему? Потому что если ты себя судишь, так ты всегда себе найдешь оправдание То есть себя ты в любой ситуации, что бы ни было, опоздал Ну я не мог приехать, я выехал вовремя, но приехал поздно Ну как я мог? Ну вы что не понимаете, что я не специально? Кто-то к вам опоздал Как ты мог опоздать? Да что ты за человек необязательный такой? Вообще как можно? Ну я уже старался, надо было раньше выезжать Не сильно ты старался Так судят других, а себя Да я сделал все, что мог Ну что, вы не понимаете что ли, что я не мог по-другому? То есть человек, когда он судит себя Он судит себя, легав суд, с хорошей стороны Он себе адвокат Когда он судит другого, он другому такой прокурор-обвинитель Теперь, если ты так судишь других У тебя не будет ни раба, ни друга, ни хорошей жизни Потому что они имеют 100 рублей, а имеют 100 друзей Если у тебя нет 100 друзей, так ты, как ты будешь жить-то? И все это базируется на чем? На том, что человек должен убрать свою гордыню Понять, что все, что есть у человека, это ему дает Всевышний Значит Все, что есть у человека, это дает ему Всевышний Все, что есть у человека, ему дают другие люди И человек, у меня есть Одни очень для меня не пример люди Это семья Лернер Хан и Ханок Лернер И они настолько позитивные Настолько они к людям хорошие Что они настолько радуются за всех Они настолько, вот прям всеми восхищаются И они настолько, что, ну просто святые люди Хочется, я с ними общаюсь уже 23 года До сих пор, как я религиозный Это был мой первый раввин в Ешиве Раф Ханок Лернер Один из первых моих учителей Я только с ним до сих пор общаюсь, 23 года И именно за счет вот этого позитивного качества Восхищения людьми, благодарности людьми И не соревнования, кто круче, я или он Я или он, значит умнее А именно искренне вот услышать Да, но есть же вот это правило очень важное Да, что царь Давид говорил Миколь меланда искалки От всех, кто меня обучал, я умудрился Твое свидетельство, богосвидетельство Говорило со мной То есть когда ты воспринимаешь, что через человека С тобой разговаривает Всевышний И вообще в принципе окружающего мира нет Есть только Всевышние, которые через окружающий мир Взаимодействуют с тобой И когда ты включаешь вот такой вот подход к реальности Ты понимаешь, что есть только я Вот я, моя граница И Всевышний, это весь окружающий мир И Бог управляет окружающим миром И он со мной разговаривает через окружающий мир И каждый разговор, каждый человек, каждое событие, каждая деталь этого мира, это Всевышний, который входит со мной в контакт через эту деталь, то человек попадает совершенно в другую реальность, в совершенно другую реальность, в которой он чувствует себя спокойно, уверенно. У него есть только один партнер в этом мире и один диалог у него все время со Всевышним. Это вот такой вот подход. А гордость, всему это мешает. Гордость, она человека замыкает в полную иллюзию своего «я». Я человека со всеми его знаниями, со всеми его титулами, со всеми его какими-то аксиомами. Это иллюзия полнейшая, которая сто лет назад думали по-другому, через сто лет будут думать по-другому, через 200 лет этого человека не останется. И в мире есть 8 миллиардов людей, которые так же важны, как и ты. Эго. Эго это чистая пустота. И как только человек, у него есть гордость, гордость, гордыня вот эта, да, это то, что цементирует вот это эго. У него создается иллюзия, что его мысли что-то стоят. И в этот момент он реально выпадает из взаимодействия со Всевышним. Поэтому говорится так, что Бог сказал, что я и гордец, мы не находимся в одном мире. Потому что гордец, он как бы ставит металлическую стену, которая его окружает, и своей гордости, которая цементирует его. Вот я думаю, что это так. Но оно не так. Все, что ты думаешь, это меню. Оно меню, описывающее еду. Но меню, даже самое точное меню, описывающее еду, это не еда. Это не так. То есть это все равно две большие разницы, как говорили в Одессе. Любая мысль, любое убеждение, любая там факт, как ты говоришь. Это факт, факт. Это не факт. То есть все, что ты говоришь, это не факт вообще. Это просто меню относительно факта. Относительно еды. Все. И откроем сегодня 20 число. Давайте откроем 20 главу и посмотрим какой-то отрывок в 20 главе интересный, да? Который бы нам, вот чтобы сегодня с этим отрывком походить, подумать. И опять же вы можете в боте «Жизнь по Торе» перейти и найти себе какой-то, найти себе вот в день там 2-3-4 отрывка Мишли и прям их впитать в себя. И тогда вы впитаете в себе мудрость Торы. Тогда вы впитаете в свой мозг мудрость Торы и мудрость царя Соломона и будете жить целый день, как царь Соломон. Вот. Значит, вот, например, открылся мне третий отрывок 20 главы, да? Или давайте все три прочтем, чтобы было понятно. Они как бы можно их, их все три свести в одну тему. Значит, делает насмешником человека вино. То есть пьешь вино, тебе вначале весело, а потом ты начинаешь насмехаться. Ну, в принципе, дальше царь Соломон пишет, что дайте вино тому, кому марнефеш, кому горько на душе. Может быть, даже и лучше с помощью вина быть веселым, если тебе действительно было горько. Но если тебе не горько, лучше не надо. Вино человека из нормы делает насмешником, да? Теперь Оме Шехар. Оме – это делает человека как БМА. БМА – как животное. Шехар – это крепкие алкогольные напитки. Дальше у нас тоже было в 31 главе написано, что Дайте вот эти крепкие алкогольные напитки тому, кто потерялся в своих мыслях. Овет с Алифом. То есть человек, который запутался, ему лучше бы стал животным. Потому что люди иногда такое себе придумывают, что хуже животных. Ну что, пойдем ограбим банк? Пойдем. Классно, у нас деньги появятся. А охраните? Убьем. Вот такому лучше набухаться и пускай лучше лежит, отдыхает, выпил нормально и лежит, отдыхает. Чем пойти ограбить банк и кого-то убить. Значит, вино делает человека насмешником. Это худший вариант. Шехар – крепкий алкогольный напиток делает человека БМО, животным. То есть он отключает интелли… Ну вот здесь, да, видите, перевели. Глубливое вино и брага буйна. Красивый перевод. Но я бы перевел на русский так, что насмешником делает вино, а брага – крепкий алкогольный напиток делает человека животным, БМА. Он отключает у него интеллект. Веколь шогебо лоих кам. И так, каждый, кто пристрастился к ним, да, шогей – это кто часто это употребляет, он не станет мудрецом. То есть у него шансов нет, оно лишает его мотивации к мудрости, лишает его шансов действительно стать мудрым человеком. Второй отрывок. Кфир – это как лев, молодой лев. Значит, эймат – гнев царя. Рычит, как молодой лев, гнев царя. Митабро – тот, кто не обращает на это внимания, он грешит для своей души. Что это значит? Значит, когда вот кто-то на вас накричал, наступил на ногу, там что-то произошло, это все как, это все рычит, вы только слышите, рычание царя – это Бога, да. То есть любая неприятность, любая неприятность, она – это как рычание вот этого льва, которого еще не укусил, но он уже где-то там рычит. И каждый, кто на это не обратит внимания, то есть любая маленькая неприятность должна заставить задуматься. Значит, каждый, кто не обращает на это внимания, он, значит, грешит для своей души, потом он где-то, значит, этот лев может прийти, его уже тогда укусить. Все. Теперь и третий отрывок. Кого для Иш? Почет для человека, шевет мериф, отстранится от ссоры. И каждый грешник в ней, в этой ссоре раскроется, да, раскроется. То есть человек, почему, значит, в ссоре у человека проявляются его худшие качества. Поэтому почет для человека, тот, кто хочет быть почетным, уважаемым человеком, он должен избегать ссор. Потому что он кого-то обидел, его кто-то обидел. Он что-то сказал, его что-то сказали. В итоге все равно для него это позор. Поэтому ссориться не надо. Нужно задуматься. Если этот человек делает тебе вред, это рычание льва, которое, возможно, царь тебе дает сигнал какой-то. Что-то ты не туда зашел. Что-то ты где-то не там сделал, не так сказал. Понятно, да? Все. И, конечно, лучше не напиваться, иначе не поймешь. Потому что напьешься, думаешь, да фигня какая. Все, значит. Все, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, свои выводы. Свои три вывода, до трех выводов напишите. Эти выводы обдумайте. Эти выводы расскажите кому-то, поделитесь. То есть, эти выводы, это семена, семена Торы, семена мудрости, которые вы в себя, в себя, как бы, садите. И потом все ваши решения и следствия этих решений, они базируются или на аксиомах, которые вы взяли из Торы от царя Соломона, от Всевышнего, или на каких-то аксиомах, которые у вас другие, непонятно откуда взялись, потому что мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так, я вам советую постараться изо всех сил поменять, пока не поздно, поменять старую программу мышления Windows, там, я Windows 73-го года, я родился в 73-м году, каждый родился в какой-то свой год. Значит, так вот поменять вот операционную систему ту на операционную систему, которую вечную. Тора – это вечная операционная система, это от Творца Мироздания, это то, что не выходит из моды, это то, что никогда не исчезнет, это то, что дает возможность Тора, это как пропуск в вечность, вот такой вот прям пропуск. Установили Тора в себя и вошли в вечность. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Сейчас хорошо после этого урока подвести итог и помолиться, сказать, Всевышний, дай мне силу, ресурсы, возможности, чтобы я успел как можно больше выполнить твоей воли, твоих заповедей, принести пользу людям, пользу мира, сделать больше добра. Вот сегодня я это понял, хочу теперь пожить еще лет 120, чтобы это все реализовать. Все, удачи, успехов, до завтра. И поделитесь, пожалуйста, если вам урок понравился, поделитесь им со всеми, как у вас есть, обязательно с евреями, хотят они или нет, просто им обязательно всем разослать. И если есть люди, которые ищут Всевышнего, но они не евреи, то тоже можете им разослать с Божьей помощью. Всевышний всех любит и все для него прекрасны, всех он любит. И у всех у нас есть возможность соединения со Всевышним на самых таких вот больших уровнях. Как царь Соломон будем стараться. Все, счастливо.